Это здание, то здание, это все больницы, да? Да, так точно. Что у нас где расположено? Значит, 5-этажный корпус, который мы видим, здесь расположено по востоковидное подразделение. А это что? Значит, 2-этажный корпус, здесь тоже пульмонологический корпус, он ковидный, лаборатория. И здесь детское отделение, тоже историческое здание, было сделано ремонт, но он был сделан в пределах 16-го, 17-го года. Но все по уму здесь, да? Так точно. Ничего, ни ошибок не допустили, что нам нужно было, то мы имеем ворши, да? Дело в том, что мы убрали дублирование отделения. Мы в одно место собрали все хирургическую помощь, да, высокотехнологическую помощь, а здесь установили 2 компьютерных томографа. И уникальность в данном случае вот этого учреждения, где мы находимся, это вот мы имеем 10-этажный корпус, который выполняет исключительно экстренную плановую медицинскую помощь. Здесь, как и раньше была построена больница, приемная отделение, лаборатория, компьютерный томограф для, ну, я так назову, чистых пациентов. 5-этажный корпус тоже имеет компьютерный томограф, лабораторию, он полностью изолирован. То есть не надо в одном приемном покое принимать людей, то есть отдельно поступает молодец. Сколько у тебя операционных? Здесь 4 изделия, 6 операционных только здесь. Это не излишки? Нет, нет. Ну, ты в одну смену уже работаешь? В две смены расписаны операционные. Ну, вот я и хочу, чтобы операционные были задействованы. Оперируют гинекологи весь спектр операций, да, которые делают сегодня, экстерпации, ну и так далее. Офтальмологи, урологи выполняют высокоточную, да, те же травматологи, ну, то же самое, все эти современные именно методы. Надо, чтобы было все оптимально. За все платят. А у нас все, у нас больницы порой превращаются в санаторий, в дома отдыха. Это ненормально. Вот это главная глобальная задача. То есть, что уже меняется? Надо деньги тратить, а, на зарплату врачей, это не популизм. У нас не такие богатые врачи. На зарплату врачей и на профессиональный их рост и технику. Вот технику для них. Все остальное не надо дворцы строить. Но мы уже их построили. Поэтому надо оптимально использовать. Но по-хозяйски надо. Надо считать деньги. Ковид – это для нас опыт. Мы страхнулись все серьезно. Мы увидели слабые места и увидели всякие излишества, которые у нас есть. Надо сконцентрировать деньги для того, чтобы помочь врачам. Вот мы сейчас за счет ковида прилично подняли зарплату врачам. Так же? 2,500. Да. Ну, вот приличная зарплата. Моя задача, вот я ему все время говорю, надо сохранить этот уровень. Вот ковид уйдет, а уровень зарплаты, ну, если там чуть-чуть и упадет, то немного. Ну, вот 2,000 – это все. Это меньше нельзя. А если удастся 2,500, ну, это вообще отлично. Это у тебя 2,500. А в среднем оно у врачей будет и больше. Потому что еще высокотехнологичное добавится. Ну, в реанимации же больше. Да, 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 да. Поэтому вот уровень этих зарплат для врачей надо сохранить. Врачи пойдут у нас в бюджетных сферы, как локомотив по зарплате, а к ним будем и учителей подтягивать. Не может быть страны без врача и учителя. Это наша настоящая интеллигенция. И смотри, в этот острый период, вся проблема врачей и учителей, которые опустились там, состоит не в том, что они имели свою точку зрения. Вся проблема в том, что они не должны были вываливать на улицу. Ну, вы же будьте, ну, лицом нации, вы же ведите себя достойно. Вот в чем проблема. Поэтому только в этом, что нарушали закон. А так, ну, какие претензии? Что я, министру своему залезу там внутрь и буду смотреть, как он там с женой что-то обсуждает или какое у него мнение на то или иное решение президента. А тем более к тебе. У тебя свое мнение должно быть. Если ты пришел к президенту работать, а ты работаешь на государственной службе, ну, ты уж, пожалуйста, проводи этот курс. Точно. Но у тебя должно быть свое мнение. Ты должен его высказывать, критиковать. Мнения сталкиваются. Вырабатываем какое-то правильное решение. Везде конкуренция должна быть. Я за это. Но только не надо нарушать закон. Если мы сейчас в обществе не остановим вот этот росток нарушения закона, наши дети будут лбами сталкиваться, как, посмотри, на Западе, почему они нас все время шатают. Не нравится им наша действительность на Западе, им не нравится, а нам нужна стабильность. Ну, ладно, это так, к слову. Мы, как Аршанская центральная поликлиника, в состав входит первая больница, третья больница, ну, получается, первая, третья. То есть, твое это производственное объединение называется центральная поликлиника? Да, я один руководитель центральной поликлиники. Сеть на 146 тысяч сегодняшнего населения мы имеем, 7 межрайонных центров, 9 межрайонных отделений. Вот обслуживаем все вот эти вот районы, в том числе часть района Могилевской области. Вот, межрайонные центры, они здесь представлены современным оборудованием. Понятно, что оно загружено, да, в работе. Но вот в данном случае хотя бы рентгенно-эндоваскулярная хирургия, где мы сегодня побудем, выполнено только за 10 месяцев 2021 года больше 900 исследований. Это немножко больше, чем в 2020 году. Это очень хорошая цифра. Нормальный сегодня кадровый состав. Только за 2021 58 врачей прибыло, 79 врачей. Хорошая закрепляемость. То есть, у тебя врачей хватает? Подняли вопрос о дефиците твоей специальности. Анестезалер, реанимация и так далее. Что некоторые люди уезжают, и у нас не хватает именно этих кадров в здравоохранении. Их не хватает в системе здравоохранения. У нас хватает. Это у тебя, а у него нет. В системе, да. Ну, понимаете. Твоей специальности. Я говорю, вот, пять врачей уехали в Германию, там зарплата в два раза выше. Ты за бесплатно подготовил анестезиолога, реаниматолога, так? Пришли, обучились. И даже если не за бюджет, а за платно, копейки платят. У нас вообще бесплатное образование, а там, где платят, это в 10 раз меньше, чем в Америке и Германии. Ну, к примеру, где частное образование, там они платят дайбу. Вот бесплатно мы его подготовили. Он нам рукой махнул и поехал зарабатывать. Здесь есть проблема. И ты мне должен внести в Новом году предложение вплоть до драконовских методов. Пришел университет учиться твоему профилю? Пришел. Так, закончил. К примеру, 10 лет мы тебя готовили, отработай 10 лет. Потом ты хочешь куда-то уехать, оплати нам стоимость, то, что мы тебя учили, и езжай. Нам надо поставить все точки над «и». Не надо объяснять ничего, не надо, не спеши. Вот в Новом году ты должен внести предложение. Здравия желаю. Приветствую, Светила. Заходи, это же твой дом. Меновский компьютер, там он у нас все нападает. У нас он два года, бентум 64, то есть 64 среза. Достойно это? Достойно. Стоит их поддерживать. Да? Да. Дело в том, что вот сейчас, когда эпимологическая ситуация была сложная, благодаря ему мы справились. То есть пропускная способность вот здесь в сутки доходила до 200 человек. КТ-КТ розы. КТ может отличаться в два раза стоимость из-за пакетов. Траматологический пакет, неврологический пакет, кардиологический пакет. А вот это рабочие лошадки, которые именно эти сканирующие. Здесь где-то такие пакеты стоят. Разделение нашей очистки, оно 24 ипоек. Всего 24 ипоек. Здесь у тебя хватает мест для нуждающихся? На данный момент, да, хватает. Уфейд находится с двусторонной полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, реконвелесент по COVID-19, переведена в чистую зону после изведения. То есть она не ковидная? Нет, она не ковидная. Нет. Сейчас мы уже работаем с тем, что больная готовится со снятием кислорода. Ну это я по телевизору видел. Больной 31 года, поступил к нам сегодня ночью с диагнозом острых панкреатитов с трансформацией в панклиник роз на фоне злоупотребления алкоголя. Помочь попробуем. Условия нормальные. Жизнь людей будем спасать. Написать. Заведующий регионовоскулярным отделением. Высокотекологичная современная помощь, которую мы оказываем пациентам не только города Варшашанского района, но также населения Шкуловского района. Ну как мы же районные центры. Да, абсолютно верно. То есть Толочинский, Чашвизский район. Здесь местный сердце нашего кабинета. Это наша пультовая. Здесь осуществляется эндовоскулярное вмешательство пациента, за которым следят наши операторы. То есть здесь уже операции? Операции мы проводим в операционной. Здесь находится человек, управляющий нашей техникой, диагностикой и следит за состоянием всех систем, как это происходит. Операционная бригада работает непосредственно с пациентом, уже там внутри. Пациент находится здесь и под рентгеновской установкой. Мы, осуществляя тонкие манипуляции, все видим на экране. Если бы экрана не было, невозможно было бы. Конечно, невозможно было бы. То есть мы манипулируем здесь буквально сантиметрами и видим все это на экране в высоком увеличении. Это сердце, да? Это сердце человека, да. Таким образом мы осуществляем вмешательство не только на сосудах сердца, но и периферических артериях. Это верхние и нижние конечности, все внутренние органы и на сегодняшний день даже сонные артерии. Ты ведь виден и другие центры? Да. У нас один из самых современных ангиографов. Так вот я хотел, чтобы ты сравнил. В 2018 году у нас был вообще самый современный ангиограф и регистрация происходила уже в момент, скажем так, здесь постановки. То есть лучшую не было даже в стране. На сегодняшний день, ну конечно, уже появляются более современные. Но подобные операции здесь можно производить запросто. Стараемся. Главное, чтобы были руки золотые у ребят. Мы идем, как идут медицинские работники. Переоделись и пошли на работу. Люди поступают с другого стороны через приемный покой. Следуется КТ, лаборатория. На первом этаже. Осматривает врач. Или же, ну бывает, что люди сами приходят, у них еще хорошая сатурация. Достаточно большая. Понятно. Ты сортируешь или амбулаторно, или госпитализируешь. Если госпитализируют, то здесь. Если тяжелые, то в реанимацию. Да. Пошли. Пошли. Вот это реанимация, да? Вот это вот. Вот это в пятачке. И все твои одежды в койке или сколько ты говоришь? Здесь в пятнадцатом койке. В пятнадцатом, да? Всего двадцать? Денечко. Вот это наша новая сольная часть. Как вот здесь? Ничего. Нормально, что ты молодой. Так что, у вас свободные эти койки, да? Сейчас уже лишние. Вольная, 72 года, находится на клинициационном отделении. Вольная, я покупала. Третьяна наиболее. Да. 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 Это обычная палата, где все здоровы. Добрый день. Как вы дышите? Нормально уже, выздоравливаю. Вы знаете, Александр Григорьевич, я хочу большое спасибо сказать всем врачам стационара. Вот переживаешь сейчас, перехватываешь. Здесь большое спасибо всем врачам. Нет, я вижу, вы сами молодец. Что, выздоравливайте, не буду вам мешать. Спасибо. Вы тоже настроения у вас нет, чтобы было хорошее настроение. Большое спасибо вам за вашего внимания. Да ладно, чего там. Главное, чтобы у вас было настроение. Выздоравливайте. Девчонки, не болейте больше. Но перенесли болезнь. Вот посмотрите, будет ли. Лежим у полотенцов. За что нам такая честь? У Бога Александра Григорьевича. Какая честь? Заболели. Вот честь. Ну, вытащили нас оттуда. Скорые работают хорошо. Прямо в одной секунды приезжают. Одна за одной. И схватили, наносил, как я тут попомнилась. А какая у нее ситуация? 95. 95. Домой пора. Так мне и сказали, что я. Домой пора. Так я уже почти месяц. Вы можете поставить еще на реабилитацию. Отправляем реабилитацию. Пусть немножко пошевелится там. Отлично поставлена работа. И даже никаких вопросов ничего нет. Ладно, не буду вам мешать. Выздоравливайте. Сандра Григорьевич, здоровья вам. Сохраните нам Беларусь. Спасибо. Молодцы. Ну, что молодежь у тебя работает, это большой терплит. Спасибо. 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 Спасибо.